Всем привет! Меня зовут Ксения и сегодня я вам расскажу, как правильно подобрать себе кроссовки в приложении Step, чтобы как можно скорее их окупить, на какие параметры стоит смотреть, на какие не стоит, что стоит покупать, что не стоит. Потому что очень многие новички просто валятся на том, что они хватают самые дешевые кроссовки, и потом, блин, я нихрена не зарабатываю и так далее. Запомните просто такую штуку, если вы правильно подберете кроссовок, тогда вы его окупите порядка 30 дней. То есть 30 дней у вас будет окупаемость, если вы немножечко поищите, если вы немножечко врубите терпение. Итак, чтобы купить кроссовок, нужно перейти в приложение в маркет, ни в коем случае не связывайтесь с мошенниками, сейчас все эти OTC-маркеты запрещены, вас просто могут кинуть, лучше купить через маркет, потому что в любом случае вне маркета никто вам цену слаще не предложит. Сюда очень часто выкладывают сладкие предложения, которые вот просто хотят быстрее скинуть, потому что им нужны деньги, потому что они не хотят ждать и так далее. Смотрите, сразу заходите в фильтр и выставляйте такую штуку. У нас есть 4 класса. Волкер, джоггер, раннер, тренер. Моя рекомендация – джоггер. Волкер – это от 1 до 6 км в час движения, то есть очень медленная прогулка, прям максимально медленная, она подходит только для тех, кто совсем не может быстро ходить. Например, для пенсионеров. Джоггер, по моему мнению, самый оптимальный вариант, потому что я вот хожу быстро, у меня скорость получается примерно 6-6,5 км в час. Да, я устаю, у меня устают ноги, мышцы и так далее, но, по моему мнению, это оптимальный вариант. Раннер – это от 8 до, по-моему, 20 км в час. И все, кто купил себе раннер, многие, кто не профессиональные спортсмены, говорят о том, что там можно выплюнуть легкие, потому что достаточно тяжело держать скорость постоянно вот выше 8 км в час. Тут, конечно же, волкер, джоггер, раннер или тренер – это ваше дело. Тут ничего рекомендовать не буду, просто выбирайте то, что вам нравится, какой режим вам удобный. Тренеры, они просто дороже, то есть они более универсальны, но они дороже. Вот, мой выбор – это, например, джоггеры, хотя не буду ставить, потому что вдруг вы захотите взять раннеры. Выбираем common, потому что остальные бешеных денег стоят. Я сейчас нацеливаю это видео на большинство, у кого денег ограниченное количество, те, кто не могут себе позволить рисковать большой суммой. Уровень рекомендую ставить от пятого, от пятого даже до девятого. И минты, минт – это сколько раз кроссовки скрещались, то есть есть такая фишка, что у вас есть два кроссовка, вы их за дополнительную плату скрещиваете, и получается третий кроссовок. Так вот, каждый минт, он дороже там предыдущего, то есть, если на кроссовке два минта, то уже будет дороже стоить, чтобы их скрестить. Поэтому этот пункт на ваше усмотрение. Если вы покупаете себе один кроссовок, то не обращайте внимания на эту графу, если вы их минтить не собираетесь, то ничего страшного. Теперь, после того, как у вас выпали разные варианты, вы начинаете смотреть. Просто смотрите, обязательно смотрите на базу. Жмите базу и просто наблюдайте. У вас эффективность, то есть первая желтая строчка и Resilience прочность, должны быть в сумме желательно от 15. То есть, если вы хотите нормально зарабатывать оккупацией, я вам рекомендую в сумме эти два показателя выбирать от 15. И просто начинайте вот так вот листать. Опять же, это раннеры. Раннеры не рекомендуются. Они дешево потом продаются, они не ликвидные, потому что тяжело достаточно бежать. Просто начинайте вот так вот пролистывать. И вообще не смотрите на внешний вид кроссовка. То есть, он выглядеть может буквально как угодно. Вот это, кстати, за 8,5 салан очень даже неплохой вариант. Конкретнее, что делала я. Есть калькулятор. То есть, вы сюда вбиваете. Что это за кроссовок? Волкер. Всегда смотрите на 9 уровне. То есть, в любом случае, я рекомендую вам качать до 9 уровня. У нас волкер. Ой, еще и розетка эффективности. Даже закину сюда просто минимально, посмотрим. Ссылочку на этот калькулятор я оставлю в описании. Вбиваете вот так все данные. Ставите уровень, до которого вы планируете прокачать. Розетка эффективности. Короче, вот эти розетки, вот эта левая в левом углу, она открывается на 5 уровне. Следующая в правом углу, она открывается на 10. Если это Resilience или эффективность, то рекомендую их открывать. Это прикольно, классно и окупается достаточно быстро. Если это удача или комфорт, то даже не смотрите для того, чтобы открыть. Потому что мало того, что вам нужно открыть эту розетку за 10 монет, так вам еще и нужно купить кристалли, которые стоят порядка 0,11 соланы. Вот. Теперь нажимаем оптимизация. То есть вы сможете примерно чистыми зарабатывать 9 монет. 9 монет чистыми, это по нынешнему курсу где-то около 40 долларов. 40 долларов с учетом того, что у нас солана, так, по 130 сейчас примерно, наверное. 130 мы умножаем на 8,5, получаем 1105. 1105 мы прибавляем еще порядка 100 долларов на прокачку. Получаем 1205 и теперь делим это примерно на 40 долларов. Офигенская окупаемость за 30 дней. То есть здесь соотношение цена-качество очень даже неплохо. С учетом того, что даже нет в сумме 15, но вот эта вот розетка эффективности. А если убрать розетку, то получается 8,72. Вот. Продолжаем смотреть дальше. Неплохо за 8,5 сала, но очень даже неплохо. Также вбиваем все данные. И здесь у нас розетка эффективности, резайланс. Ее рекомендую. То же самое минимально, но вам могут обе выпасть вот эти вот. Оптимизация. Также 9 монет за 8,5 салан. По сути, то же самое. Тоже окупаемость 30 дней. По нынешнему курсу. Вот это очень важный момент. Потому что этот курс может и рухнуть. Да вот, кстати, классные тут варианты за 8,5 салан. Тоже 8,4. 3,2. Опять же, цена 8,5 салан. Здесь 4 минта. И тут, кстати, на шестом уровне. То есть, еще меньше на прокачку вам придется тратить. Но розетки такие себе. Здесь можем предположить, что примерно такая же окупаемость в 30 дней будет. Врублю я теперь только Джоггера, потому что слишком много всякого разного. О, самый дешевый. Давайте посмотрим. Сигня. Еще есть такая штука, что очень быстро выкупает сладкий вариант. Вы можете просто поставить сортировку по недавним и смотреть. Фигня. О, вот это очень даже круто. 9,6 салан. Давайте считать. Это у нас Джоггеры. Всего 2 минта. Но если вы не планируете минтить, опять же, если вам просто для заработка просто зарабатывать и окупать свои деньги, то очень даже. Так, Джоггер. Берем, типа, то, что мы его прокачали. Резайланс у нас в розетке. Типа, все прокачали. И получаем доход 10 монет. По нынешнему курсу монеты это порядка 43 долларов. Таких кроссовок окупаемость будет тоже около 35-40 дней. Очень хороший, прикольный вариант. Если у вас возникают какие-то вопросы, то обязательно пишите об этом в комментариях, потому что я не телепат, мысли читать не умею, но достаточно много уже знаю о данном приложении, о данной игре и о том, как здесь заработать. 5,1, 8,2 за почти 12 салан. Такое себе. О, тоже отличный вариант. Просто отличный. Тут розетка, опять же, резайланс. Смотрим, 9,95. В принципе, смотря на прошлые варианты, которые мы с вами нашли, они очень даже неплохие. Плюс-минус у них у всех доход одинаковый, но там вы тратите в разы меньше. Вот таким образом вы просто начинаете сидеть и подбирать себе. Если у вас возникает какой-то вот интерес, если сумма эффективности и прочности больше 15, вбивайте просто в калькулятор. Смотрите и просто имейте в виду, что прокачка каждого уровня стоит денег. Есть определенная таблица. Я покажу вам скрин. Вы просто знаете, там на шестой уровне 6, 7, 8, 9 монет. Также вы можете просто купить кроссовки, сразу с них зарабатывать и просто сразу вкладывать в прокачку. Тоже очень даже себе неплохой вариант. На самом деле, я даже сейчас приятно удивилась, потому что я мониторила все эти дни рынок, и сейчас я посмотрела, что реально приличный вариант, и можно прям нормально купить и прокачать в пределах там 100 тысяч рублей. То есть пару дней назад это уже было невозможно, потому что большой наплыв участников, так скажем, идет. Ну и плюс салана растет. В общем, вот таким образом вы можете, грубо говоря, за месяц заработать 100 тысяч рублей, просто выходя на улицу. Это полезно, это прикольно, это классно. Я, как человек, который максимально ходит от машины до магазина, от машины до подъезда, для меня это прям, вау, взрыв мозга, потому что мне приходится выходить на улицу и ходить пешком, бегать пешком. Это очень непривычно для моего организма, но я верю в то, что я оздоравливаюсь. Я надеюсь, что у вас получится окупить свои средства, если вы уже в игре. Ни в коем случае не играйте в нее, если у вас нет свободных денег. То есть рекомендую вкладывать сумму, только которую не жалко потерять. Мы знаем, что условно доходность в 1200% в год это что-то невообразимое, и пока из всех NFT-игр это самая прорывная, и никто не знает, что будет дальше, насколько хватит этой игры. Мое предположение, что в дальнейшем просто будет доход уже уменьшаться, потому что сейчас соберутся все сливки, и потом никто вам не будет давать уже такую доходность. Скорее всего, просто курс монеты GST упадет. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!